Открытый город Получилось, что в преддверии профессионального праздника Дня строителя, понятно, что, конечно, фонд содействия сам строительством не занимается, но напрямую содействует с подрядными организациями, которые выполняют все эти работы. Расскажите, пожалуйста, есть ли чем гордиться, насколько высококачественные и своевременные подрядчики у вас, если вообще можно так выразиться? Да, вы знаете, мы непосредственно связаны со строительной отраслью. Многие подрядные организации так или иначе у нас бывают в фонде, работают. Некоторые работают, некоторые не работают. Но с ними вы прощаетесь, я надеюсь? По разным причинам. Кто-то остается, кто-то не остается. Это может быть как невхождение в этот рынок. Кому-то нравится больше строить новое жилье. Наша стезя – это капитальный ремонт. Ну, как правило, сейчас это старого жилья. Ну, в принципе, уже выработался тот костяк, в котором вы уверены. Есть подрядная организация, в которой вы знаете, что все будет в срок, все будет действительно профессионально. Надо, естественно, контролировать, но сердце спокойно. Ну да, такой костяк уже нарабатывается. Понемножку мы этих людей видим. Конечно, не без всяких неожиданностей это все случается. То есть капитальный ремонт и вообще строительство. Дело такое, организация строительства здесь, но мы всегда держим на первом месте. Вообще, в принципе, хочу сказать, что ребята в основном все молодые, в основном все, которые хотят работать, стараются работать. Мы уже работаем больше даже не на сроки, а больше работаем сейчас на качество. И делаем большой упор именно на качество работ. С каждым годом все больше и больше этому уделяем внимания. И не только фонд, да, но и сами подрядчики тому больше уделяют внимания. Я думаю, что и подрядчики, и фонд... Не приходится благодаря вашему властисти. Да, мы тут работаем с двух сторон. Стараемся именно таким образом, потому что... Вы сказали, что работаете в основном на таких более старых домах, да, капитальный ремонт. Но, возможно, есть какие-то объекты, которыми вы гордитесь. Или вот есть какие-то интересные решения, не сложных ситуаций. Потому что понятно, что построить новое, ну, не каждый может, но хороший строитель построит новое. А вот отремонтировать старое так, чтобы оно еще и простояло много лет и было действительно качественно, тут без некоторой выдумки иногда никак. Ну да, да. На каждом объекте мы сталкиваемся с разными совершенно ситуациями. Видим иногда, что два дома стоят рядом. Мы понимаем внутренне, что они должны быть одинаковые, но оказывается, что совершенно разные дома, совершенно разных могут быть материалов построены и совершенно разными строителями. Ну, вот такой пример. Это Героев Бреста, например, улица, где одну сторону строили строители военные, а другую сторону строили строители гражданские. И, в общем-то, ну, вот эта вот разница, она... А в чем, кстати, разница, когда строят военные, когда гражданские? Даже интересно, если честно, как это можно вообще определить? Ну, вообще, для меня эта разница в основном заключается в том, что у военных строителей, как правило, весь материал есть, но руки солдатские. Вот. А у гражданских, вот как вы говорите... Из чего придется, но зато с мастерством. Ну, зато вот у них такое мастерство, которое наработано годами. А внешне они не отличаются, да? А внешне практически одинаковые дома, да. А если говорить о капитальном ремонте, нужен разный подход тогда? Мы практически к каждому дому подходим индивидуально. У нас нет одинаковых домов. То есть какого-то алгоритма, да, или четкая программа, что здесь надо то-то-то-то-то... Мы стараемся унифицировать подход ко всем видам работ. Но фактически это сделать невозможно. Потому что на каждом доме есть определенное свое техническое решение, инженерное решение. И, как правило, это выявляют проектанты. Ну и тогда, когда выходят подрядные организации на работы, это, ну, вскрывают. Система какие-то, значит, они это все дело обнаруживают. То есть бывает так, что и проект уже есть, да? И вот подрядчик пришел, а вскрывается что-то, что тут совсем другая ситуация. И уже тогда по месту принимаете решение? Ну, например, трубы, которые идут под полами у жильцов. То есть мы их не... Неожиданно идут под полами у жильцов. И бывают даже те, которые идут неожиданно. То есть вскрываем полы, оказывается, что то, что мы представляли себе, как они там должны идти, на самом деле выглядит все по-другому. А кто принимает это окончательное решение? Допустим, вот нестандартная ситуация, да? Вот подрядчик, вот вы. Кто принимает решение, как лучше это сделать, чтобы качественно и в ту же сумму вписаться? У нас есть такой алгоритм, он разработан давным-давно. Мы им пользуемся уже много лет. Ну, чтобы для вас было понимание, для зрителей, то есть перед тем, как выйти на работу, делается колоссальная, непосредственно подготовительная работа. То есть выходят люди, которые имеют свой жизненный и строительный опыт по этому поводу, делают обследование зданий, после чего делается проектирование. Это проектирование согласовывается с управляющей компанией, с жильцами, потому что иногда жильцы нам говорят о том, что у нас вот так, вот так, вот так было все сделано в свое время. Ну, в частности, я очень часто слышу такие советы от жителей Инкермана, там, Шивка Пляса или Яблочко в улице. То есть люди работают, живут в этих домах, они раньше работали на этих сетях, допустим, и они рассказывают, вот как у нас это все устроено. Совпадает обычно? Да, когда вскрываем, чаще всего совпадают, и многие вещи для нас становятся понятны, почему сделано так и не вот так. Некоторые, наверное, откровением, да? Наверное, вы людям-то сначала не верили, что так вообще может быть, а вскрыли, но да, действительно сделали. Нет, нет, мы верим, потому что иногда некоторые вещи для нас непонятны, почему сделано вот так, хотя было проще сделать вот так или правильнее было сделать вот так. Они объясняют, почему это произошло. И после того, как люди запроектировали, проектные организации нам запроектировали и согласовали эти проекты с жильцами, с управляющими компаниями, которые тоже имеют свой опыт. И тоже имеют право голоса. И право внесения изменений в эти проекты и так далее. После этого выходит строительно-монтажная организация, которая выполняет эти работы, и параллельно с ней выходит строительный контроль. Это отдельная организация, которая имеет соответствующую лицензию, и выполняются работы. Выполняются работы, в это время, если возникают какие-то вопросы у подрядной организации, как сделать, в основном принимает решение инженер строительного контроля. Который несет ответственность за принятое решение. В соответствии с действующими нормами, сводами правил и так далее. Он принимает решение. Если он это решение принять не может, мы собираем комиссию. Бывают сложные ситуации, когда один, два или три инженера не могут принять решение. Мы собираем комиссию, на комиссию приглашаем, в том числе жильцов, приглашаем управляющих компаний, строительный контроль, фонд, проектировщиков в обязательном порядке. И придумываем, скажем так, различные варианты. Различные варианты выдаются проектной организации. И проектная организация уже на основе собранных данных принимает инженерные решения, которые фонд либо утверждает, либо не утверждает. И выдает подрядчику в работу. Ну а финальный этап, я думаю, что это как раз принятие всех этих работ, чтобы все соответствовало. Да. Ну принятие работ у нас еще более. Росткая. Процедура жесткая, да. А было такое, что вот все сделали, а не принимают, а переделают? Это очень часто бывает. Потому что упор на качество, верно? Потому что упор на качество, потому что упор на современные условия эксплуатации. Ну и очень часто это упор на пожелания жильцов. То есть если жильцы хотят что-то сделать, улучшить свои жилищные условия на конкретном доме вот таким вот способом, и это не противоречит действующему законодательству, то мы только всегда идем навстречу и делаем таким образом, чтобы людям было более удобно. Конечно, им же потом в этом доме жить. В этом доме жить. А вот этот подготовительный этап, он достаточно длительный? Я понимаю, он примерно сколько времени? Ну обычно он длится полгода. Полгода он длится, да, потому что в соответствии с законодательством, опять же, после разработки проектной документации, мы предупреждаем жильцов за 4 месяца до начала о том, что будет проводиться капитальный ремонт. Как раз у них есть вот это время для того, чтобы они могли настроиться морально или куда-нибудь переехать. Ну, во-первых, настроиться, наверное, нет. Настраиваются они уже, когда увидят объявление на подъезде о том, что будет проводиться капитальный ремонт. У них есть время для собрания собственников. Они могут провести собрание собственников, обсудить это. Значит, каким? Так ли они видят, не так ли они видят? Видят ли они первую крышу или, например, фасад? Или, может быть, они захотят это дело поменять? У нас бывают и такие случаи. Их немного, конечно. Но мы чаще всего все-таки пытаемся убедить людей, когда вот у нас в программе стоит фасад, мы на эти собрания приходим и говорим, ребят, у вас в плохом состоянии кровля. Ну, наверное, логичнее начать с крыши, потому что если сделать стены, а кровля течет, то сложно это уберечь на моменты. Да, совершенно верно. Мы пытаемся донести, что... А стены виднее. Кто там ту крышу видит? Есть такой подход, есть такой подход. Есть активные граждане на дымах, что для меня, в общем-то... Я на первом этаже, что у меня тот пятый, что у меня та крыша. А вот эту стеночку, пожалуйста, у вас в первую очередь. Жители первых этажей, жители последних этажей друг друга не слышат. Это разные жители. Друг друга не слышат, да. Кому-то нужно убрать запах из подвала, кому-то нужно с крышей решить вопрос. Но, тем не менее, мы стараемся примирить людей и донести, что ваш красивый фасад через два года будет испорчен. Если не будет кровли. Но, с другой стороны, люди уже привыкли, что если начался капитальный ремонт дома, то он будет завершен до конца. Не значит, что крышу сделают, а простейно забудут. И наоборот, что где-то там одну стену сделали и бросили. Люди понимают, что, в принципе, мне кажется, уже проще найти как-то общий язык. Да. Хотя, со стороны обывателя, ремонт, это когда, даже когда материалы покупаешь, еще не ремонт. А вот когда пришли уже и что-то делают, вот это ремонт. Оказывается, за полгода начинается работа для того, чтобы все сделать правильно. За 10 месяцев. За 10 месяцев. За 10 месяцев, да. Мы начинаем уже проектировать, и люди уже видят нас в обязательном порядке. В процессе проектирования в обязательном порядке существует такое положение, что проектировщик обязан известить жильцов посредством объявления, сфотографировать это, что объявление это висело. И назначить день, когда на обследование дома, когда уже, по сути дела, у него готовый проект, могут прийти любые желающие жильцы. То есть они приходят, смотрят, что запроектировал проектировщик, вносят какие-то свои коррективы. В это время присутствует инженер фонда, в это время присутствует управляющая компания, тоже инженер, который смотрит, все ли учел проектировщик в своем проекте. Вот таким вот образом работает первая стадия проектная по этому дому. Поэтому, в принципе, жильцы, которые понимают, что у них будет капитальный ремонт, они уже видят этих людей, которые ходят с папками бумаг. Уже чувствуют, что там будет хорошее обязательно. И обязательно будет хорошее, да. Но, как правило, ни перед кем я не скрою, все это прекрасно понимают, что капитальный ремонт — это шум, грязь, пыль. И светлое будущее, когда все будет красиво. Вот, да. Но, как правило, 95%, без ложной скромности я вам скажу, 95%, когда люди видят результат, они, конечно, выдыхают, говорят спасибо. Оно того стоило. Оно того стоило, да. Но ведь даже выбор объектов для капитального ремонта, он не хаотичен, да? Есть целая программа капремонта. Вот если рассказать о ходе реализации. В соответствии со 118 законом города Севастополя есть шесть критериев отбора домов в краткосрочную программу. В региональной программе долгосрочной, как мы ее называем, конечно, все дома есть. Но они разбиты на трехлетки. То есть есть 10 трехлеток, в которые ремонтируются дома. Ну, в частности, сейчас мы уже планируем, буквально второй день сегодня, у нас идут в фонде совещания по планированию 2021 года. То есть 20-й год у нас уже распланирован. Распланирован был. Да. Вот. И 21-й год мы сейчас уже планируем для того, чтобы заложить какие-то основы, для того, чтобы понять, в какие сроки мы должны начать проектирование, как мы должны, в какие сроки мы должны уведомить жителей и так далее, и так далее. То есть вот эта работа, она уже начата, по сути дела, в июле 2019 года. Ну да. Вот. А если говорить, в принципе, сколько домов уже отремонтировано? Сколько вот в этом году? Какие-нибудь цифры? Ну, хотя бы порядок. Я понимаю, что может быть там не доединить. Вот у нас есть два источника финансирования. Это бюджет и деньги собственников. Ну, первое строительство, первый ремонт, по-моему, начинался только на бюджетные деньги. Когда только начинали собирать, все, вся масса падала на бюджет. Да. Вот 2015-2016 год ремонтировалась только за счет бюджета. А сейчас уже насобирались только что, в принципе, уже мы за собственные средства? Да, в 2016 году начали собирать. С 1 сентября 2016 года начали собирать. И с 2017 года начали делать за деньги собственников. Соответственно, вот эта первая трехлетка у нас началась в 2017 году. 2017, 2018 и 2019 год. Вот она, первая трехлетка, у нас в этом году закончится. С бюджета тоже, да, какие-то деньги? Или только? Да, с бюджета финансирование все равно сохраняется. Да, с бюджета финансирование идет. Если раньше это было финансирование фонда содействия капитальному ремонту России, то есть на сегодняшний день, это в основном бюджет города. То, что закладывает к нам, скажем так, помогает увеличить количество ремонтов. А тех денег, которые собирают, достаточно сейчас для запланированных строительств? Насколько севастопольцы ответственно к этому относятся? И каков вообще уровень собираемости? Да, я вот отвечу на ваш предыдущий вопрос. То есть в 2017 году у нас было отремонтировано 196 многоквартирных домов, в 2018-м 205. И в этом году мы запланировали 216. Это за счет сборов собственников. Это больше 600 домов, в общем-то. Да, это уже больше 600 домов. И мы стараемся, вот как раз вы видите, динамику увеличивать количество домов. В следующем году, я думаю, мы еще увеличим немножко. А достигаем мы это за счет того, что, в общем-то, севастопольцы довольно-таки неплохо платят, вот, скажем, хорошо даже вот так вот скажем. Хорошо по сравнению с другими регионами Севастополя? Или хорошо, как вот вам хотелось бы, так они и платят? Нет, нам бы хотелось, чтобы платили 100%. А сейчас у нас сколько? А сейчас у нас собираемость 96%. Ну, 96% это практически, ну, без 5 минут 100%. Ну, вот эти 5 минут, если я вам скажу, что эти 5 минут для фонда капитального ремонта это практически 100 миллионов рублей. А на 100 миллионов рублей мы можем отремонтировать еще 30 домов. Почувствуете количество какое? Ну, в общем-то, да. 30 домов это много. А 96% звучит очень оптимистично. Очень хорошо. А вот когда на деньги прям совсем другое. Да, в среднем в России, конечно, собирается намного меньше, да, то есть... То есть расходятся все-таки, а не ответственные? Да, в 16-м году это было там порядка 60%, 50-60% звучало. А вот в этом году Россия подходит где-то там к 80-83%. Это считается там хорошо? Это считается средний сбор. Средняя температура по больницам. Да, именно так. То есть если это такая огромная сумма, то дома задолженников, получается, да, оплачиваются, ну, ремонтируются за счет добросовестных плательщиков? Это же не совсем честно? Ну, скажем прямо. 30 домов, должников, ну, как-то так. Да, скажем прямо, это не совсем честно, не совсем правильно, но тем не менее, то, что у нас в программе, мы отремонтируем в любом случае. Мало того. У нас еще существует практика, когда жильцы обращаются в департамент городского хозяйства для того, чтобы их дом пододвинули на более ранний срок. А как это можно сделать? Департамент разработал определенную процедуру, к которой мы следуем. Жильцы обращаются в департамент городского хозяйства, при котором действует комиссия. В эту комиссию входят, кроме фонда, департамента, представители всех муниципалитетов. И на эту комиссию выносятся ряд документов, основными из которых являются два. Первое – это протокол собрания жителей, по которому мы понимаем, что жителям необходим этот ремонт, что это не какому-то одному человеку нужно. Не приходить какого-нибудь одного. Да, что это всему дому нужно. И второй документ – это заключение управляющей компании о том, что этому дому действительно нужен капитальный ремонт. И часто бывает, что обращаются и действительно передвигается дом на более ранний срок. Да, но мы каждый квартал собираемся. Последний раз мы рассматривали 50, если не ошибаюсь, два дома. Из них 14 мы пододвинули. Это много. Это много, да. Ну, это значит, что они обосновали, что действительно их дом нуждается, да? Да, ну, кроме этого же еще должно быть финансовое обоснование. Ну, у вас там 30 домов как раз вот подтягивается. Кстати, если остались вопросы у телезрителей, да, кто-то не понимает процедуры. Я знаю, у вас есть горячая линия, можно ли туда обращаться? И направят ли, расскажут ли алгоритмы, каким образом это все делать? Да, по любому вопросу. А нам сейчас покажут как раз номера телефонов, чтобы было более наглядно. По любому вопросу можно обратиться на горячую линию. Раз, во-вторых, можно зайти на наш сайт, написать нам письмо электронной почтой. И, в общем-то, все ответы вы получите на все вопросы, на любые. А для тех, кто любит лично пообщаться, куда можно дойти и в какое время? Пожалуйста, мы работаем с 8 до 17 часов, рабочую неделю, по адресу Фиолентовское шоссе 1-1, третий этаж. Подходите, да, в рабочее время мы всегда рады пообщаться, всегда рады разъяснить любые вопросы. Но, тем не менее, мне вот стало немного обидно за добросовестных плательщиков. Вы каким-то образом отставите их права? Ну, почему я должна платить за людей, которые не платят? Безусловно. Какая работа ведется в этом направлении? Ну, вот, во-первых, мы делим эту работу на работу с физическими и юридическими лицами. Значит, с физическими лицами мы раньше работали в ручном режиме, направляли им претензии, пытались убедить в том, что нужно заплатить. Видите, сейчас у нас мощный программный продукт появился, который мы уже внедрили в фонде, да, и вот в июле разово распечатали 4 тысячи претензий и направили их собственникам. Это только физические лица. Действует вообще это действие? Да, люди уже начали обращаться, начали ходить. Да, действительно, где-то у нас в Росреестре есть ошибки, да, где-то люди снимают это жилье, они не являются собственниками. То есть мы обращаемся, в том числе и через вас, чтобы люди, если не являются собственниками, указали нам, кто является собственником, чтобы быстрее счет на собственников. Потому что, на самом деле, претензии у людей возникают, но чаще всего из-за того, что они просто не обращаются к нам. То есть, например, люди покупают квартиру, а долг по оплате капитального ремонта не проверен, да. И он достается новому собственнику? Да, в соответствии с жилищным кодексом новый собственник этот долг получает вместе с квартирой. Какой приятный сюрприз. И поэтому мы говорим, что ребята, вот обращайтесь к нам, значит, по почте, по телефону. Ну и все эти вопросы тоже можно по горячей линии, в принципе, узнать, да? И мы вам тут же это все покажем, мы расскажем, даже официальные документы какие-то дадим, если это необходимо. Я говорю, если вы сделали такую сноску, что вот с физическими, юридическими, ну с физическими понятно. А, кстати, если в доме находится нежилое помещение, которое используется как коммерческая недвижимость, да, это там банк, офис, магазин. А кто там платит? Или жильцы оплачивают капитальный ремонт здания, где находится и коммерческая недвижимость? Это тоже не совсем честно. Нет, это честно. Честно? Ну, конечно. Юридические лица не оплачивают? Оплачивают. А, оплачивают. Но только оплачивают собственники. В данном случае может быть собственник физическое лицо. Да, мы часто такое встречаем, например... То есть даже нежилая недвижимость, собственник физическое лицо сдает юридическому лицу и платит тот, на ком зарегистрированы... Тот, кто является собственником, да. И собственник может быть как юридическое, так и физическое лицо. Но чаще всего это физические лица. А с физическими улицами вы уже рассказали, как вы работаете. Да, мы... А есть какая-то разница между жилой и нежилой недвижимостью? Нет, точно так же платится за квадратный метр. Потому что стена у дома одна. Ну, тут сложно с вами поспорить. Но, тем не менее, насколько охотно платят собственники коммерческой... Ну, не коммерческая, нежилой недвижимости за капитальный ремонт? Ну, в этом плане тоже есть добропорядочные предприятия. Но есть 96%. С хорошей финансовой культурой. Есть злостные неплательщики, тоже начинаем с ними работать. Но наш программный продукт подтянет это, я думаю, где-то, наверное, к октябрю. И мы начнем вот эту автоматическую выгрузку и автоматически подавать это все в суд. Но, в принципе, нет отдельной такой статистики, чтобы понимать, да? Разницы, в принципе, особо нет. Нет, у нас статистика... Или вот эти 4%, которые не дотягиваем до 100%, это и есть какая-то... Нет, статистика у нас вообще на юридических и физических лиц. Единственное, что могу сказать, что есть большой разрыв. То есть, вот физические лица нам на сегодняшний день должны 92 миллиона. А юридические лица только 3,5. То есть, юридические все-таки более ответственные или их меньше просто? Их меньше, конечно. Но наверняка есть какие-то офисы или такое помещение, о которых вы не знаете. Да, есть такое дело. Каким образом это выявляется и могут ли жители, в общем-то, посодействовать? Потому что это же у них тоже... Могут, да. Точно так же, обратившись к нам, могут... У нас есть, и мы сейчас ведем активную работу по жилым домам. У нас, например, по Росеестру идут квартиры там 1, 2, и потом 4, 5, 6 и до 20. Да. А третьей квартиры нет. Сюрприз. Сюрприз, да. И мы вот в ручном режиме выезжаем на эти дома, проверяем... А там магазин. А там может быть даже и квартира. Просто сдвоенная? Нет, просто ее потеряли, и жильцы не обращаются. И они не платят свои взносы. И они не платят свои взносы. Также для многих жильцов, оказывается, большим сюрпризом, они не ставят на учет пристройки. То есть, когда мы выходим ремонтировать дом, выявляем эту пристройку, выявляем, что на нее существуют разрешительные документы, ну и, соответственно, жильцам на эту пристройку выставляется весь объем... С 16-го года? С 16-го года, да. Ого, там такой счет, я могу себе представить, они уже не рады за этой пристройки. Ну, почему они сейчас этого не делают, я не понимаю. Потому что мы обращаемся постоянно к жильцам и говорим, что обратитесь к нам, мы вам дадим определенную рассрочку, допустим, годовую, да. Вы будете частями гасить это все, чем потом мы пойдем в суд и будем взыскивать с вас, ну, там, блокируя все ваши, там, счета, банковские операции и так далее. Да, конечно. Конечно. Хорошо, но человек получил претензию, но не согласен. Пожалуйста. Что ему делать? Пожалуйста, к нам. Туда на Финалитовское шоссе или написать, есть какой-то электронный запрос официальный? Нет, просто в свободной форме. Можно прийти к нам, можно позвонить на горячую линию. Мы с этим разберемся. Единственное, что если это будет действительно так и жилец окажется прав, то мы с него попросим этот документ. Подтверждающий, да? Подтверждающий. Если есть какие-то просто некорректные данные, не то, что он в претензии, я не хочу платить и не буду платить, и не нужен мне ваш ремонт, да? А имеется в виду там некорректная фамилия, да? Или не та сумма, или указание, какой адрес. Или некорректно указано количество квадратных метров. И надо, и можно доказать. Да, чаще всего. То есть у нас по документам идут, например, 60 квадратов, а по факту человек живет на 54. Он говорит, ну за 6 квадратов лишних я не хочу платить. Мы готовы, но нам нужно предоставить соответствующий документ, чтобы мы увидели, на основании чего мы можем внести эти корректировки. Ну, кто-то получает претензии, а кто-то получает уведомления о капитальном ремонте. И вот тут начинается самое интересное, что с ним делать. Ну вот то, что я вам уже и говорил. То есть за 4 месяца после получения уведомления. То есть кто получил уведомление? Это значит, что через 4 месяца в вашем доме начнется капитальный ремонт. Да, и соответственно, вы либо проведете общее собрание и поговорите. Примете решение? Да, какое-то решение примете. Хорошо, а если нет? А если не собрались жители? Не собрались, это очень часто бывает. 80% не собираются. А потом жалеют об этом? А потом очень быстро собираются. Нет, и малый процент об этом жалеют. Но в принципе можно собраться и во время капитального ремонта. То есть жилищный кодекс тут дает... Но это документ не обязательный, да, решение? Это не обязательный. То есть если жильцы не собрались, не приняли решение, которое мы выносим, те вопросы, которые мы предлагаем жильцам решить на общем собрании, если они их не приняли, то мы действуем жестко в рамках жилищного кодекса. Или мягко в рамках... Ну, как пойдет. В общем, у нас же индивидуальный подход. Да нет, ну мы действуем строго по жилищному кодексу, да. И не меняем, в общем-то, никаких правил. Если мы получаем такой протокол, да, есть у нас такие прецеденты. Их буквально в прошлом году был один. Один дом на Героя Севастополя, который, когда уже подрядная организация пришла и привезла там материалы на ремонт инженерных сетей, они передумали, что нужно сделать все-таки сначала ремонт крыши. Хотя мы их в этом убежали. Пусть это будет единичный случай. Спасибо большое, Лев Борисович. К сожалению, время нашей встречи сегодня уже подошло к завершению. Я благодарю вас, что вы пришли в эту студию. Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Вас и всех ваших подрядчиков, и, конечно, всех ваших сотрудников. Спасибо вам. И, пользуясь как раз этим моментом, хочу поздравить все подрядные организации города Севастополя с профессиональным праздником. Пожелать, как говорится, хорошей работы, плодотворной работы, интересных проектов, реализации их. Всем спасибо. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что это была программа «Открытый город». На вопросы отвечал Лев Борисович Осипов, заместитель директора фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя. Я же с вами не прощаюсь. До встречи в этой студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова